Почему Роша Шана предшествует Йом Кипуру? Должно было бы быть, если Роша Шана – это судный день. Мы получаем приговор на следующий год. Йом Кипур – это день искупления, день возвращения. Мы будем чисты. И было бы гораздо более логично сначала очиститься от всего плохого и предстать перед судом в совершенно такой позитивной форме. Но мы видим, что сначала идет Роша Шана судный день, и только потом мы очищаемся от наших грехов. Ответ, что искупление от грехов Йом Кипур – это будет только если мы раскаиваемся, мы возвращаемся к Творцу. Чтобы вернуться куда-то, мы должны понять, куда двигаться, куда идти. Это именно Роша Шана. Роша Шана – это судный день, который дает нам понятие, что есть хозяин этого мира, есть суд, есть судья. Поэтому 10 дней раскаяния, они начинаются в Роша Шана. Роша Шана нам говорит, у нас есть направление, мы признаем реальность того, что Творец здесь, что мы отвечаем перед Ним. Только после этого мы действительно можем начать наш процесс, возвращаться куда-то, мы знаем куда. На самом деле Роша Шана – это только первый день суда. Окончание суда будет только в 10-й день в Йом Кипур. Поэтому мы начинаем этот процесс с этой ступени, где мы понимаем куда нам двигаться. Я желаю всем нам признать это, увидеть это, что Творец – он хозяин. И этим заслужить хорошего года и понять, что он бесконечно любит нас и он ждет нашего возвращения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова